Всем доброго времени суток! С вами Гензар. Вы на канале Трансформация с Гензаром. Сегодня у нас будет тренировки для начинающих. Фаза 2. То есть, фаза 2 это круговые тренировки. Что такое фаза 2 круговые тренировки? Это тренировки, где мы за одну тренировку тренируем все наше тело. В круговых тренировках будут веса легкие с большим количеством повторений. Между упражнениями в самом круге не отдыхаем. То есть, делаем упражнения друг за другом. А между кругами отдыхаем где-то от 2 до 5 минут. Таких у нас будет от 3 до 5 кругов. Теперь, что нам дают круговые тренировки? Постановка техники. Потому что веса у нас будут легкие. Не будут отказные повторы, упражнения. И мы можем сконцентрироваться на технике. Очень важно на начальном этапе уже поставить технику. И делать все правильно. За весами не гонимся. Самая главная техника. Нарабатываем нейромышечную связь. Тренируем сердечно-сосудистую систему. Повышаем выносливость. Топим жир. Подготавливаемся к набору массы. Благодаря тому, что у нас получается высокообъемный тренинг. Мы повышаем нашу выносливость. Тренируем сердечно-сосудистую систему. И благодаря тому, что мы тренируемся легкими весами. Делаем много повторений. И не отдыхаем между упражнениями. Это можно считать аэробной нагрузкой. Которая хорошо топит наш ненавистный жир. И все это для нас очень хорошая подготовка к массонаборному тренингу. Теперь кому подходят фаза 2 круговые тренировки. Фаза 2 подходит абсолютно всем начинающим. Те, которые хотят набрать мышечную массу. И те, которые худеют. Те, которые хотят набрать массу. На фазе 2 задерживаются от месяца до двух. Потом переходят на фазу 3. На массонабор. А те, которые худеют. Остаются на фазе 2 ровно столько. Сколько будут худеть. Как похудеют, тоже переходят на фазу 3. На массонабор. У нас тренировки будут занимать где-то от 50 до 60 минут. Это уже с разминкой, с растяжкой, с разогревом. Растяжку, скорее всего, пока особо не будем делать. Будем делать разогрев, разминочный и разогрев. Будем тренироваться 3 дня в неделю. Ну, допустим, понедельник, среда, пятницу. Или, допустим, вторник, четверг, субботу. То есть, получается, через день и два выходных. Теперь, какие упражнения делать, что делать, как делать. На фазе 2, повторюсь, мы тренируем все наше тело. У нас будет 5 упражнений на большие группы мышц. Такие группы мышц, как бицепс, трицепс, трапеции, пока тренировать не будем. Но на них и так определенно нагрузка будет. В основном будем делать базовые упражнения. Ну, потому что они задействуют больше мышечных волокон. Ну что, поехали. 5 упражнений. Первое упражнение. Приседания со штангой на спине. Делаем 18-20 повторений. Второе упражнение. Становая тяга. Делаем 18-20 повторений. Третье упражнение. Жим лежа на горизонтальной скамье. Делаем 18-20 повторений. Четвертое упражнение. Подтягивание широким хватом на спину в гравитроне. 18-20 повторений. Если у вас в зале нету гравитрона, можете заменить тягу в блоке широким хватом к груди. Тоже 18-20 повторений. И последнее, пятое упражнение. Это жим гантелей на плечи, сидя на вертикальной скамье. Первый круг делаем с самым минимальным весом. Можно вообще делать с собственным весом. Перед тем, как делать первый круг, делаем разминку. Потом, вот этот первый круг с собственным весом или минимальным весом. Это считается разогревочный круг. В качестве разминки можем делать с кручиванием на пресс пару подходов. Потом, после вот этого разогревочного круга, остается у нас два круга. Уже с рабочим весом. Веса берем такие, чтобы мы могли сделать 20 повторений. И после этого могли как минимум раз, а то еще и два, три раза. Ну, раз-два как минимум смогли сделать. Поначалу будем делать три круга. Первый круг вот этот разогревочный и два рабочих круга. Потом увеличиваем четыре круга, пять кругов. И когда уже видите то, что вам пять кругов мало, увеличивайте веса. В принципе, вот можно на пяти кругах остановиться и все больше и больше веса увеличивать. И вот от 18 до 20 повторений делать. Теперь, перейдя уже на фазу три, вы перейдете уже с поставленной техникой. И вам намного проще и быстрее будет прогрессировать. И шанс получить травму у вас на много раз уменьшится. То есть, мы вот на этой фазе сконцентрируемся на технике. То есть, веса должны быть легкие, легкие, легкие. И почему столько повторений? Как раз веса легкие, много повторений. И мы сконцентруемся на технике. Учим технику, как говорится, приятно с полезным совмещаем. В принципе, все. Все. Сейчас поедем. Я покажу, как делать уже у нас в спортзале. Я один круг сделаю, разогревочный. Вот этот круг сделаю и покажу, как делать на практике. Ну что, поехали? Друзья мои, пришел в спортзал свой. Сейчас сделаю первый круг, разогревочный круг. Покажу, как вам, собственно говоря, надо делать фазу 2, круговые тренировки. Я вам сделаю только первый круг. Два рабочих круга делать не буду. Там, в принципе, уже понятно будет. Что хотел сказать. Во время тренировки пьем воду. Пьем много воды. Вообще не отказываем себе. Сколько хотите, сколько лезет, столько пейте. Потому что вода очень необходима. Я же пью электролиты с БЦАшкой. Как бы вам тоже советую. Но самое главное, чтобы была вода. Вот что. Пейте воду. Самая главная вода. Потом. Второе. Одежда. Обязательно ходите, тренируйтесь в спортивной одежде. То есть в джинсах, в таких вещах не надо. Где одежда, в которой вам комфортно. Вот это очень важно. Одежда, в которой вам комфортно. Чтобы вы могли все спокойно делать. Чтобы не было каких-то преград из-за одежды. И самое главное. Обувь. Обязательно одевайте кроссовки. То есть главное. Там тапки не одевайте. Просто я видел. Некоторые в тапках приседают. Есть такие. Даже в больших фитнес-залах я видел. Я же сейчас в ботинках. Я просто не переоделся. Потому что только печку затопил. Пока еще холодно. Я сейчас один круг вам сделаю. Покажу. То есть. Поэтому я не переоделся. Я как бы в ботинках и вот в такой одежде. В принципе. Все. Поехали. Так. Начинаем. Начинаем обязательно с разминки. Я иногда делаю в качестве разминки. Пару подходов скручивания на пресс. То есть. Это очень хорошая разминка. И кроме этого. Начинаем разминать все тело. Начинаю там с шеи. Сверху вниз можете начать. В принципе. Руки. Плечи. Ну все суставы разминаем. Обязательно. Не пренебрегайте этим. Я уже чуть-чуть размялся, если честно. Но еще как бы вам показываю то, что обязательно надо разминаться. Хорошенько, хорошенько разминаемся. У меня была разминка до этого еще 5 минут. И вот так хорошенько размялись. Теперь идет первый круг разогревочный. То есть. Этот круг мы делаем легкими весами. Хоть мы и сделали пресс там. Разогрелись. Разминочку сделали. Разогрелись. Все равно обязательно делаем разогревочный круг. Это. Я даже сейчас я в сплитах. Это уже фаза 5-6 будет. Потом расскажу. Я как минимум 2-3 разогревочных круга делаю. Уже подхожу к рабочим весам подхожу. То есть. Обязательно разогревочный круг нужен. То есть. В плитах у меня там не круги. Разогревочные подходы. Но все же. Смысл один и тот же. Обязательно разогревочный подход. Круг. Все нужно. Так. То есть. Вот я сейчас буду делать. Можете собственным весом делать. Поначалу. Посмотрите. Как вам. Каждому свое. Собственным весом. Можете. Или минимальным. Я буду пустым грифом делать. Своим. Так. Начинаем мы с приседаний. И да. Технику каждого упражнения. Которое я в фазах своих рассказываю. Могу. Не могу. А отдельно. Запишу. Обязательно. Отдельно запишу. Чтоб. Ну. Смотрели. Как. Что делать. Поехали. Поехали. Смотрите продолжение в следующей серии. 18-20 повторений приседания со штангой на спине. Идет сразу же второе упражнение. Становая тяга. Становая тяга. Становая тяга. Ну, у меня, друзья мои, такие условия пока. Я тренируюсь здесь. Хотя у меня в ближайшем будущем, понятное дело, поеду, восстановлю. Фитнес-зал опять буду ходить. Но пока мне полностью устраивает свой спортзал, потому что у меня работа здесь. Фитнес-зал опять. У меня уже сделали. Сейчас покажу. На блоке у меня гравитрона нету. Я широким хватом подтягиваюсь, широким хватом делаю в своих тренировках. Но в этих круговых 20 раз у меня не получится сделать так, чтобы еще не в ущерб технике. Поэтому я гравитром всем советую. А так, в сплитах моих, как бы, я 12 раз уже с отягощением делаю широким хватом, подтягиваю широким хватом на турнике. Сейчас я камеру чуть-чуть передвину. Так, 20 раз. Я вообще здесь делаю вот так вот. Сажусь обратно. Просто я специально лицом к вам все. Тут тренажер очень старенький. Тут немножко такой. Ну, в фитнес-зал сейчас нормальный тренажер. Садитесь ровно, как вам удобно. Я вот всегда вот так сажусь. Мне так удобно просто. Я так больше чувствую широчайшие. Вот так делаю. В принципе, это тоже понятно. И последнее упражнение. Джин гантелей на плечи, на вертикальной скамье. Сейчас камеру передвину, тоже покажу. Так, вот такая у меня скамеечка. Видите, все самодельно. Так, вот по 2-3 килограмма. По 2 килограмма вроде. Эти гантели можно считать их. И все делаем на плечи. Жем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но можете уже с грифом делать, если гриф там поначалу тяжелый для вас. Все, смотри, тут самое главное... Веса должны быть легкие, вот это запомните. Ничего страшного, веса придут со временем. Самое главное тут поставить часть технику, понять, прочувствовать все. То есть, потом, если гриф нормальный, ставим по 5-2,5 килограмма. Смотрим. Главное, чтобы вы сделали как минимум 20 раз и могли еще раз-два сделать еще после вот этого. То есть, вот так. Вот такой у меня спортзал, друзья мои. Вот я здесь тренируюсь, и мне хватает. Мне полностью тут все, что надо есть. Штанга, тренажер, блины, гантели. Я несколько лет в разных фитнес-залах тоже тренировался. Но результат во многом зависит не от того, где вы тренируетесь, там, зависит от того, как вы к этому делу относитесь. Ну и не забываем, что, там, не знаю, можно сказать, как минимум 90%, там, 80-90% все от питания. Питание, питание, питание. Потому что, если питание не нормализовалось, вы кушаете фиг пойми что, то в спортзале вы особо чего не добьетесь. Потому что я из собственного опыта знаю, я несколько лет вообще питался фиг пойми как, но тренировался, выкладывался по полной. Я в спортзале всегда, где бы ни тренировался, в каких залах ни тренировался, везде всегда выкладывался по полной. Но у меня прогресса особого не было. Да, там, силовые росли немного, там, но по физически особо я не менялся, у меня жирок прилипал, и все. То есть, я был таким худоватым, но жирным, там, худой дрищ, или как жирный дрищ, как говорят. Но все из-за того, что за питанием, повторюсь, не следил. Я вообще не понимал, думал, надо есть побольше, и все, что вкуснее. Но, к сожалению, все не так просто, как кажется. Так что вот так вот, друзья мои. Теперь точно все. Всем пока, да пребудет с вами престижный образ жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова